Артур, матч с Оренбургом стал для тебя сотым юбилейным футболки Сочи во всех турнирах. Что для тебя значит это достижение? Ну, это достижение, если честно, когда приходил в Сочи, не мог подумать, что сыграю в 100 матчей. Как-то подумал, что это перевалочный пункт, это поездка в Сочи. Но со временем команда стала настолько родная, что, наверное, за всю карьеру мне здесь было и комфортнее всего, и хороших результатов добились. И провести здесь 100 матчей, не просто 100 матчей провести для галочки, а провести хороших матчей было больше, я считаю. Поэтому я рад, что вообще приехал в этот город, в эту команду. И мы, в принципе, сделали какую-никакую, но историю для команды Сочи. Если сейчас оглянуться назад и на эти 100 матчей посмотреть, можешь ли ты выделить свой личный небольшой топ трех, допустим, или, может быть, один самый такой яркий матч? Очень много было матчей хороших именно за Сочи. И в сезон, когда мы пятое место занимали, там на 93-й минуте, я помню, маму роту разобили тоже, эмоции, по эмоциям чисто, не та же. Ну, естественно, Динамо 5-1 тоже был матч сумасшедший. Как-то вдвойне был настрой, и приятно было обыграть команду Динамо. Действительно, синицы обыграли. Это же сложно сказать, очень много матчей было, сейчас можешь вспоминать, вспоминать. А помнишь ли ты свой первый гол за Сочи? Помню, Кубок России был, по-моему, с второй лигой, с Перми. Звезда Перми. В принципе, я пришел в команду, там был второй или третий тур, и сразу понял, что должно пойти хорошо. У меня так получилось, что после Динамо, я был месяц как бы без команды, мне что-то все не могли договориться с Сочи. И я плодотворно тренировался, сам готовился именно к Сочи. Ну, вот, я думаю, что мне это помогло. Суммарно ты за Сочи забил 20 голов к этой минуте. Очень много было и красивых, и памятных, и эмоциональных. Твой любимый. Да вот опять, действительно, я вот если раньше и мало забивал, да еще и не особо красивый, то здесь и важный, и красивый. Поэтому опять трудно. Ну, может быть, ну, самый красивый, наверное, Ростов. Юсупова. Отсюда уже можно бить Юсупов. Очень технично. Какой гол! Конечно. Который был номинирован. Да, который номинирован. А такой, чтобы и важный, и красивый. Ну, может быть, Динамо. Вот это что они. Ну, победа Динамо со счетом 1-0 в первом матче. И сейчас 1-1-0 ведут. Удавьте Юлю! Ну, хочешь не хочешь, от разговоров того матча с Динамо сложно уйти, говоря о твоей карьере в Сочи. Как-то в одном из интервью ты сказал, что по эмоциям после той победы, 5-1, эмоции, все, что творилось в тот вечер, это даже по ощущениям переплюнуло то, что у тебя было после победы с Зенитом. Это самая памятная, скажем так, временная точка в твоей карьере здесь, в Сочи. Тот матч. Динамо? Да. Ну, конечно. Мы, во-первых, заняли сразу второе место. Я закончил с чемпионатом. Ну, это такая же самозанят второе место. Мы очень много работы провели. И когда вся эта работа не на смарку, а когда эта работа приносит результат, тем более поставили такую точку жирную в этом матче, конечно, это самое было... Словно, это намного было по эмоциям лучше, чем мы Зенит обыграли в середине чемпионата. Нет, я имел в виду, ты говорил, что в Зените, когда ты поиграл, иногда эмоции там были ниже по качеству, чем вот та победа с Динамо. Мы в Лиге чемпионов с Денитом выигрывали, с первого места уходили пять побед. Ну, понятно, что там всю погоду делал Халк, Витцель, конечно. А здесь второе место чисто наше, чисто мы вносили вклад. Поэтому, конечно, эта победа, условно, пусть это не Лига чемпионов, но тут, по крайней мере, мы вкладывали вклад по полной программе. А вот вообще журналисты, болельщики любят обращать внимание на цифры. А вообще ты следишь за этой статистикой? Она для тебя имеет какое-то значение? Нет, я даже не знал, что 100 матчей у меня сейчас началось. После, перед игрой, да? Мы проиграли или что-то, да, это, мне говорят, поздравляю с чемпионов с 100 матчей. К сожалению, 100 матч выдался сейчас не то, что мы проиграли, а то, что сейчас у нас такая серия неудачная. Это же не серия, может быть, не все так хорошо у нас сейчас. Но если брать в совокупности, то, конечно, 100 матчей, ну, очень много хорошего и позитивного. Ну, вот конкретно сейчас не очень хорошая ситуация, но, наверное, что-то с ней делать. Также ты в своих интервью до этого говорил, что твой сезон в «Динамо» в 2014 году был лучшим для тебя во многих показателях, да, по твоим ощущениям. А вот какая-то зрительская симпатия к тебе, да, если так можно сказать, признание, в первую очередь, пришло вот именно тот серебряный сезон в Сочи. Чем эти временные отрезки для тебя были, может быть, похожи, и в чем им было главное отличие? Ну, вот там был по-настоящему футбол. Я играл в «Динамо», мы играли в Лиге Европы, у нас было 6 побед. Всегда по всем котировкам, по всем мы были фавориты. Но это когда сейчас будет русская команда фаворитом? Сейчас я забиваю голы, ну, допустим, в сезоне, когда мы заняли второе место. Конечно, болельщики все равно видят более дилетантское, смотрят на футбол. Конечно, они видят только концовку голы или голевую. Условно взять Игоря Денисова, который делал сумасшедший объем. Даже Локомотивка стал чемпионом в последний раз, это я уверен, 90% благодаря ему, хотя он там ничего не забивал. Поэтому я там много делал того, что не видит обычный болельщик. И у нас была сумасшедшая конкуренция, но почему-то тренера убирали меня тогда за какие-то качества, хотя я не забивал голов. Поэтому тот сезон был явно лучше, но, так сказать, вот как раз от славы болельщиков, то, конечно, это был второй сезон, когда мы второе место заняли, когда пятое, когда как раз забивал много голов. Артур, в твоей карьере было очень много тренеров, от Арханова до Черчесова, от, не знаю, Петреска до Илыша Боуша. Вот кто из них внес наибольшую значимость вообще в твое становление футболистов? Еще был Осенькин, кстати, в Тольятти. Вот я думаю, вот, потому что все эти тренера такие, на сезон, понятно, Вилыш Боуш там топовый тренер, но вот он готовит к игре, готовит к сезону, там, занимаешь первое место, он готовит к этому. А именно Осенькин и Арханов, они как раз закладывают фундамент все. И вот они, я думаю, благодаря им, вот я очень много навыков благодаря им приобрел. В чем Артур Юсупов с возрастом стал сильнее как футболист? Я не знаю в чем, сложно сказать. Сейчас, может быть, хуже стал. Какие-то, естественно, физика, она с возрастом утрачивается, но в плане где-то спокойствия ты, наоборот, приобретаешь. Поэтому тут трудно сказать. В чем-то приобрел, в чем-то стал хуже. Поэтому мне трудно ответить. А как человек? Ну, как человек, естественно, тоже с возрастом я меняюсь. Может быть, я тут так на футбольном, на работе своей серьезно отношусь в жизни, конечно, я к всему отношусь намного легче, проще. И становлюсь более сбалансированным, я считаю. Это вообще классное качество. Надо его как можно больше прививать. И не только мне, а каждому. Как раз про это хотел спросить. В 22-м году ты был номинирован уже в составе Сочи на премию «Джентльмен года». Артур Юсупов на поле и вне его. Это разные люди? Да, вообще разные абсолютно. Кто меня близко знает, совершенно по-другому. Но уже выработалась такая привычка, что вот это работа, с детства все серьезно. Тут я серьезный, только ухожу, совсем другой человек. Кто меня близко знает, прекрасно это понимает. Как раз таки вот мы подошли к одному единственному вопросу из всех, что я составил про сегодняшнюю ситуацию. Какой путь выхода из нее ты видишь? Не знаю, у нас многие говорят, что там собрания, какие-то собрания, что все, сейчас начнем выигрывать. Я не знаю, я адекватно оцениваю ситуацию. Что будет у нас еще, будет еще турбулентность у нас, до зимы это точно. Но надо просто по максимуму до зимы брать очков, по возможности. И уже после Нового года, может быть, какие-то коррективы или что-то. Но не очень простая ситуация. И вот прям, просто так говорить, что мы сейчас начнем всех выиграть, ни с того, ни с сего. Такого я не буду говорить. Но через работу, труд какую-то, не знаю, какие-то хорошие дела, Боженька может нам, точнее, нужно, должен нам помочь. Но прям, что мы будем в победу сейчас штамповать, я не могу такого сказать. А вообще у тебя в карьере были подобные периоды? Неудачные? Ну, в Динамо было такое, но там было понятно, что мы исправимся. Тоже бывали там. Ну, кстати, у нас была, да, бывала одна ситуация. Динамо были не 10 месяц. Ой, на последний месяц после 10 туров. Но в итоге там занялись шестой. Поэтому вот так. Примеры есть хорошие. Примеры, да. Ну и последний вопрос про болельщиков. В Сочи играешь ты три года. Понятное дело, что особого давления здесь от местных любителей футбола не испытываешь. Но в то же время они, в каком количестве есть, неотъемлемой части этой команды, да? Как здесь говорится, все мы односемья. Что ты можешь про них сказать? Вот за то время, что здесь играешь, все-таки 100 матчей таких игроков, как ты, всего там меньше 10. И для них ты тоже в какой-то степени очень знаковая фигура в истории футбола сочинского. Ну да, хочу сказать болельщикам, во-первых, спасибо, что действительно поддерживают нас. Пусть не так много, но поддерживают. Но еще раз хочу тоже обратиться к ним, что, конечно, когда там второе место занимали, пятое место, все молодцы, все радостные. Но вот я уже и до этого говорил, что друзья познаются в беде, и сейчас у нас действительно не самое лучшее время, что вскрывать. И вот в эти моменты они как раз должны нам действительно помогать. Потому что когда все хорошо, понятно, все молодцы, а вот сейчас как раз сопроявляются настоящие болельщики. И мы надеемся, что они будут с нами и вместе потихонечку, постепенно будем выбираться из этой ситуации.